МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА В гостях у меня Денис Борисович Вуймен, заместитель руководителя отдела криминалистики Следственного управления Следственного комитета России по Тверской области. Денис Борисович, здравствуйте. Эрнест Вагинакович Мерзаян, старший следователь-криминалист регионального следственного комитета России. Добрый день, Эрнест. Мурат Бодрудинович Алимурадов, старший следователь-криминалист регионального следственного комитета Мурат. Добрый день. И представитель того же ведомства, я имею в виду, региональный следственный комитет, Денис Петрович Златоустов, старший следователь-криминалист. Добрый день, Денис. Уважаемые друзья, 19 октября ежегодно вы отмечаете свой профессиональный праздник. Я знаю, что старт этому профессиональному празднику, мы уже, к сожалению, в другом государстве, раньше был Союз Советских Социалистических Республик. Это был 1954 год, 19 октября. Был подписан указ генерального прокурора СССР о работе прокурора-криминалиста. С тех пор многое поменялось, мы уже живем в другой стране. Давайте несколько слов об истории. Денис Борисович, с вас начнем. Ну, Ирина, у нас сейчас не совсем круглая, но учетная дата 66 лет. Уже 66 лет? Да, 66 лет. То есть служба криминалистики, она, как вы правильно сказали, зародилась еще в Генеральной прокуратуре. В дальнейшем, в течение 4 лет, с 2007 по 2011, мы значились как службы криминалистики Следственного комитета при прокуратуре. При прокуратуре, да, в начале эта приставка была. И с 2011 года мы уже совместно со всеми органами Следственного комитета выделились в отдельную службу. В настоящий момент в Тверской области служба криминалистики представлена нашим отделом. Состав у нас 15 человек, 15 штатных единиц. В настоящий момент полностью заполнены все должности. Есть у нас руководитель отдела, заместитель, старший следователь криминалист, и следователь криминалист. Также имеются должности инспекторов психолога и инспектора полиграфолога. Это узкие специалисты, которые занимаются узкой деятельностью. Полиграфолог – это тот самый «говорить только правду», да? Вот этот детектор лжи, скажем так, да? Это вот именно называют этот прибор? Ну, практически по-научному полиграф, да. В настоящий момент задачами нашего отдела, как и были, так и остается в первую очередь, это помощь следователям, следовательным работникам на местах и в аппарате следственного управления. Кроме этого, мы контролируем назначение проведения экспертных исследований разных видов, скажем так. Только вот за истекший период 2009 года, 2020 года, мы провели... За девять месяцев мы провели участие, приняли в назначении проведения 302 экспертных исследований разных видовых категорий. Кроме этого, мы при нашем участии проведено порядка 315 осмотров мест происшествий. То есть это наши сотрудники выезжали совместно с следователями на закрепление первичных доказательных баз. Я сразу прерву вопрос. Денис Борисович, вы всегда выезжаете, вот где-то, если что произошло, какое-то преступление, то вы обязательно в составе следственной оперативной группы? В основном, да. То есть наш приоритет – это тяжкие, особо тяжкие преступления против личности. Ну да, это следственный комитет России. Ну и в частности, даже если преступление иной тяжести, но по категориям лиц также мы выезжаем, в частности, по всем делам, связанным с преступлением в отношении несовершеннолетних, либо совершенные несовершеннолетними, а подведомственные следственному комитету. Да, мы, кстати, давайте напомним нашим телезрителям и радиослушателям, что все, что связано с несовершеннолетними, либо они совершают, либо в отношении детей и подростков, это подведомственность, опять не МВД, это подведомственность следственного комитета. Ну и при нашем участии только за 9 месяцев текущего года раскрыто порядка 260 эпизодов преступной деятельности. Как раз вот эта категория, о которой мы с вами говорим. 260-й. А год еще не подошел к концу, да? Ну, дела уголовные. Это чуть ли не ежедневное раскрытие. Ну, практически ежедневное. Почему? Потому что дела уголовные бывают многоэпизодные. И наши сотрудники участвуют не только в первичном выявлении, но и в дальнейшем при выявлении дополнительных эпизодов всячески способствуют. У нас в отделе есть своя, скажем так, квалификация у каждого сотрудника. То есть кто-то занимается делами прошлых лет, кто-то курирует направление несовершеннолетних, кто-то направление по безвести пропавшим. Вот Эрнест Вагинакович у нас курирует направление, в частности, по организации хранения вещественных доказательств. Мурат Батюрдинович занимается как раз вот статистикой тяжких, особо тяжких преступлений, их анализ, оценку. Денис Петрович у нас как бы более узкий специалист. Он в основном специализируется на аппаратно-программных комплексах. А что, ну мы поговорим потом, да, что это такое, да, и с чем это идет. Да. И также, как я уже отметил, у нас есть еще ряд специализаций, которые вот позволяют нам полностью охватывать весь спектр задач, которые стоят перед следственным органом. Ну спектр очень большой. Вот я, например, готовилась к программе, что вот у вас в ваших задачах прописана задача службы повышения качества расследования. Да, это, еще раз напомню, что не каждый следователь может стать следователем-криминалистом, да. Это такая высшая иерархия, да, если говорить о работе следствия, да. Предупреждение тяжких и особо тяжких преступлений. То есть вы еще работаете на профилактику из предупреждений, да. На профилактику это обязательно. Внедрение в практику расследования и раскрытие предупреждений современных возможностей криминалистики и судебной экспертизы. Вот, может быть, то, что сейчас, как и рояль в кустах, но у нас вот здесь вот на столе, поговорим о том, что это и есть какие-то, ну, может быть, здесь есть новые приборы вот в этом чемоданчике. Кстати, этот вот такой вот большой чемоданчик, он у вас один на всех или у каждого следователя-криминалиста есть свой, назовем его так, тревожный чемоданчик? Ну, вот тревожный чемоданчик у каждого, но это не просто чемоданчик, это вот как раз источник криминалистического света. Мурат Батурдинович подробнее объяснит, ну, расскажет про вот этот прибор. Он у нас, конечно, не один, но на каждого тоже техника достаточно дорогостоящая. И есть определенные критерии, по которым они распределяются. У нас в отделе два таких источника и порядка двух еще более попроще такого оборудования, но тоже эффективного на осмотрах мест происшествия. Чем отличается этот источник света от обычного фонарика, который продается в магазинах Таверской области? Мурат. Да, это, соответственно, криминалистическая техника, источник криминалистического света под названием прожектина. Соответственно, данным источником выявляются различные следы биологического происхождения, иные следы. То есть данной техникой здесь можно настроить, как бы, три, получается, там, около трех видов света, то есть различные света, и под определенным углом выявляются, соответственно, следы. Следы, ну, соответственно, часто это следы, сатомиологическое происхождение, это кровь в основном. Вот, ну, соответственно... А, Владимир Петрович, помогите, пожалуйста, вот достать. Да, вот продемонстрирую, да. Вот такой вот он... А, это одеваются специальные очки? Соответственно, одеваются, соответственно, очки, с помощью этих очков, соответственно, выявляется, направляется на следы, где у нас примерно имеются, как бы, данные, что в данном месте совершено преступление, и где мы можем предполагать, что имеет следы, ну, и, соответственно, направляем, и с помощью данного света у нас, соответственно, и выявляются данные следы. То есть, конкретно, если кровь, она выявляется с помощью... Ну, при очках оно видно, как темное пятно, соответственно, и можно установить, что это кровь, после чего берутся образцы, соответственно, и направляется на исследование. Давно такой препарат у вас? Аппарат? Аппарат, да? Препарат у нас есть еще и гемофан. Да, и да, и потом с помощью гемофана, соответственно, эти следы также у нас обрабатываются, и выявляется кровь, это, соответственно, или иные следы. И все, что выявлено вами, вот это входит в комплект доказательственной базы, да? Это вот уже официально, это с помощью всего этого оборудования можно раскрыть конкретное преступление? Конечно, да. Представители регионального следственного комитета, доблестные сотрудники отдела криминалистики Следственного управления Следственного комитета России по Тверской области. Вот мы перед перерывом рассказывали о вот таком вот чемодане, который укомплектован. Это свет, да, Мурат? Давайте еще раз скажем, что это такое. Это источник, это климатическая техника, источник комитетического света под названием прожектина. Я знаю, что вот вам лично, Мурат, удалось с помощью вот этого источника раскрыть конкретное преступление. Что это было за преступление? Да, было раскрыто особо тяжкое преступление, а именно убийство, совершенное группой лиц по предварительному сговору. Было совершено данное преступление на территории Осташковского района, а именно изначально отрабатывалось безвездное исчезновение жителя Осташковского района. В ходе проверки был установлен труп данного гражданина, безвездно отсутствующий. То есть он был обнаружен у нас в реке, также на территории Осташковского района. После чего был проведен, соответственно, комплекс следственных действий, оперативно-розыскных мероприятий, возбуждено уголовное дело. Я, как следователь-криминалист, выехал на данное преступление в Осташковский район, так как ранее курировал Осташковский межринговый следственный отдел. Соответственно, было установлено, что к данному преступлению причастны у нас также двое граждан, двое жителей Осташковского района, знакомые у нас безвездного пропавшего, в последствии которого они совершили убийство. Ну, банальный был бытовой конфликт, в связи с чем, конфликт перерос в драку, соответственно, после чего они, получается, совершили убийство данного гражданина, двое жителей. Вот, соответственно, данные граждане изначально отрицали свое вину совершенного преступления. Было установлено, что у нас потерпевший был вывезен на автомобиле, соответственно, населенного пункта к реке, и оттуда уже был он, так сказать, выброшен в воду, соответственно, где и наступил у нас смерть данного потерпевшего. Был установлено какой автомобиль, какой марки автомобиль, соответственно, были установлены, и, ну, как я уже сказал, лица, которые совершили преступление. Соответственно, был применен источник коммунистического света, осмотрен с помощью данного источника коммунистического света автомобиль, и в багажном отделе на резиновом коврике был обнаружен след биологического происхождения. После чего также нам помогали и специалисты, эксперты ОМВД России по Тверской области. С помощью диагностического теста, соответственно, был выявлен, что данный след является кровью, после чего данный след, данная кровь был направлен на молекулярно-генетическую судебную экспертизу, и после чего установлено на самом деле, что данная кровь принадлежит нашему потерпевшему. После чего один из, получается, у нас участников преступления сознался в совершении данного преступления, что он совместно, получается, с хозяином автомобиля, со своим знакомым, они совершенно, они совершили данное преступление, а именно совершили убийство. Но несмотря на то, что у нас хозяин данного автомобиля отрицал вину, но у нас было предъявлено обвинение двум гражданам по особо тяжкому преступлению, то есть убийство совершенной группы по предварительному сговору, данное уголовное дело было успешно окончено, и направлено в Тверской областной суд, соответственно, и сейчас данное уголовное дело рассматр attorneys в Тверской областном суде. Вы сказали, что один сразу сознался. Здесь, что называется, уже приперт доказательствами. Возможно, он сознался, потому что вы выявили это. Да, выявили данный след, и вот он сознался. Вы сказали, что нашли буквально след, а иной раз приходится цепляться к совершенно мелочи, потому что люди стараются избавиться от следов преступления. Наверное, машину выемали и подумали, что... Машину, соответственно, вымали на тот момент, были выявлены следы, следы были размазаны непосредственно, то есть от коврика был он помыт, но и, соответственно, с помощью данной техники, данной исторической коммунистической, был выявлен этот след. И преступники понесли уже, можем называть преступниками, наказание уже, если это дело передано в суд, уже состоялся приговор. Вот у нас еще, вот мы поняли, как работает одна деталь в нашей студии. Что это еще у нас присутствует? Эрнест, расскажите нам, пожалуйста, рядом с вами еще один, назовем это агрегатом. Да, ну агрегатом это не назовешь, это одна из высокотехнологичных криминалистических техник. У нас как бы на оснащении есть ряд крем-средств, называются правильно, высокотехнологическая криминалистическая техника. Вот один из них, это источник крем-света, прожектина, есть металлодетекторы, есть магнитные плуги, с помощью которых мы обнаруживаем орудия преступления, в земле закопанные, в воде выкинутые и так далее. Это у нас, значит, нелинейный локатор, так называемый. Он у нас предназначен для отыскания, обнаружения электронной техники. В частности, мобильные телефоны, сим-карты обнаруживают этот прибор. Вот этот вот нелинейный локатор, да? Да, 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 за счет очень сильных микроволн, которые излучаются вот с нижней части его, значит, он обнаруживает на глубине до 15 сантиметров в бетонных блоках запрятаны, там, телефоны и сим-карты. Но металлодетектор обычно на эти, на сим-карты и на телефоны не реагирует, да? Но металлодетектор очень слабо. Не реагирует, да? Только они звенят на все, на все металлы, а это конкретно электроника. Электроника. Этот, он может не отреагировать на какой-то металлический предмет, на нож или там наручники там или какой-нибудь там другой металлический предмет, но на телефон, на сим-карту он как бы зазвенит очень хорошо. Это уже нового поколения, да, изобретение, наверное? Современное. Современное, да, современное. Поэтому она и называется высокотехнологичное. И часто именно на этих телефонах и на сим-картах, от которых преступники тоже пытаются избавиться, важная для вас информация для следствия, да, находится? Ну, не только информация. Естественно, информация на них немаловажная зачастую содержится. И в том числе сам факт обнаружения этих предметов, объектов имеет большое доказательное значение в том плане, что преступники, как правило, по всем тяжким, слабо тяжким преступлениям принимают меры к сокрытию следов преступления, орудий преступления. Затирают кровь, выкидывают ножи, топоры, ну, соответственно, телефоны потерпевших выкидывают. Вот одно из таких дел, как бы, в моей практике было, когда было совершено убийство таксиста в Весегонском районе. Это какой год был, Эрнест? Это было в прошлом году. В прошлом году, 19-й год? Да, буквально, да. Прошлый год. Один из свежих примеров. Осуществлен был выезд для оказания практической помощи следователям и участия, соответственно, в следственных действиях первоначальных в установлении лиц, совершивших преступление, поскольку на момент получения сообщения в следственный отдел не было установлено ни местонахождение потерпевшего, один автомобиль был обнаружен со следами, предположительно, крови. Соответственно, дело оставалось неочевидным. Требовалось по уголовному делу проводить очень большой комплекс следственных действий, оперативно-назначных мероприятий, и в том числе принимать меры для обнаружения и отыскания следов преступления, чтобы выйти как-то на преступников. Соответственно, осуществлен был выезд, собой была взята различная криминалистическая техника, источник криминалистического света, металлодетектора, в том числе и нелинейный локатор. Нелинейный. Да, да, да. В ходе проведенной работы, практически всю ночь работали по этому уголовному делу, устанавливали последние соединения потерпевшего, он был водителем такси, соответственно, принял заказ, и по заказу, по этому звонку удалось, спустя какое-то время, выйти на заказчика такси, да, удалось установить собственника мобильного телефона, и вот так вот по цепочке вышли на определенных людей. Соответственно, в ходе работы с этими людьми, в плотном контакте с ними, удалось найти с ними общий язык, как говорится, и все-таки получить признательные показания о том, что, да, они вот причастны к совершению данного преступления. Но тут у нас стоял вопрос еще мало найти лица, совершающих преступления. У нас человек отсутствовал, соответственно, личные вещи его отсутствовали. Да, надо было искать тело, надо было искать орудия преступления, надо было искать личные вещи его, в том числе телефоны. Ну, вот так вот проводилась определенная работа, следственные действия с фигурантами уже на тот момент совершенного преступления. Значит, проводились осмотры места происшествия с их участием, в ходе которых, значит, был обнаружен в итоге труп потерпевшего, была обнаружена одежда потерпевшего со следами крови, одежда наших фигурантов, раскиданная в округе, там, в лесном массиве со следами крови. Соответственно, в дальнейшем была проведена экспертиза генетическая, и там показалось, что это были следы крови потерпевшего на их одежде. То есть, уже были какие-то добыты, обнаружены доказательства вины их, помимо их признательных показаний. Далее стояла задача обнаружить автомобильную монтировку, которые, по показаниям фигурантов, они... Орудие убийства. Да, орудие убийства, которые они били потерпевшего, и, соответственно, после чего он умер от полученных телесных повреждений. Значит, орудие преступления, и, соответственно, отсутствовали у потерпевшего, было пять телефонов мобильных, личных. Их тоже не оказалось в автомобиле. На момент проведения осмотра из показаний подозреваемых следовало, что... Ну, показал в ходе следственного действия, куда именно это было, в районе реки Кисьма, как сейчас помню. Вот, он показал направление, куда было выкинуто это орудие преступления, баллонный ключ, да. Соответственно, были даны показания о том, что мобильные телефоны потерпевшего были разломаны ими, и хаотично разбросаны в реку, и прилегающий берег. Даже хаотично разломанные телефоны по осколочкам, это все-все найти. Ну, вот, я говорю, да, работа, работа предстояла, как бы, тяжелая, продолжительная, длительная, то есть мы уехали с закатом, а возвращались уже, заканчивали следственные действия с рассветом. Всю ночь без остановки, как бы, ну, это наша работа, поэтому, соответственно, с помощью этого, можно сказать, чудо-прибора проводился поиск этих мобильных телефонов. Хочется сразу сказать, как бы, в ревочке не виться, да? Да, да, да. Ну, в ходе, я говорю, продолжительной работы, в ходе поисковых мероприятий продолжительных, все-таки удалось собрать по частям эти мобильные телефоны. Часть из них были в реке, слава богу, она была там неглубокая, там, сантиметров 30-40. Где-то там глазами увидели, где-то применили нелинейный локатор, он отреагировал, то есть тоже направление дал. И вот по половинкам эти телефоны мы, грубо говоря, собрали часть на берегу прилегающем, там, в кустах, в траве, в густой. Так, первым взглядом их не увидишь, а, соответственно, если он дал реакцию, отреагировал на то, что там сигнал подал, что там что-то есть, и, соответственно, туда посмотрели внимательно, и вот таким образом мы собрали. Также рядом там с помощью металлодетектора был обнаружен и сам баллонный ключ, который был обнаружен в том направлении, в котором и был выкинут подозреваемым этот ключ. Для многих, конечно, слушать это интересно, но возникает вопрос, за что же убили-то человека за деньги? Ну, убили, собственно говоря, можно сказать, не за что, просто не хотели платить за проезд из одного города в другой. Просто не хотели какие-то 200 или 300 рублей, ну, допустим, да? Ну, там, да, порядка, там, тысяча рублей, да. Пусть даже тысяча рублей, и это цена человеческой жизни. А вот, Эрнест, вы рассказываете, насколько часто вообще, друзья, можно, вы огромный, ищете на огромной территории? Приходится часто вот так вот искать доказательства? Ну, постоянно, у нас же связано еще с безвести пропавшими, безвести исчезнущими гражданами. И поисковые мероприятия проходят не просто там на 100 метрах, 200 метров, а это охватывается квадратные километры территории. И здесь уже не обойдешься без всего спектра криминалистической техники, а также волонтеры там помогают, сотрудники МЧС, ну, многие соответствующие службы помогают нам в этих поисковых мероприятиях. И осматриваются огромные территории. Я помню, вот до сих пор, когда вот это дело, незабываемое дело черных риэлторов, которое уже у нас дошло до приговора, да, Денис Петрович, мы тогда выезжали на кладбище, да, вы работали специальным аппаратом, который указал вам, что именно здесь находится тело человека. Да, это аппарат назывался георадар ОК-2, который в земле ищет как скрытые полости, так и нарушение грунта. То есть, когда если что-то закапывается в землю, то нарушаются слои грунта, и он показывает эти места. Вот при помощи этого георадара мы обнаружили порядка четырех тел. Да, причем ведь преступники тоже, насколько хитроумные люди, да, закопали свежие тела в могилу на кладбище. Что там же кладбище, подумаешь, там лежат уже давно, да, умершие своей смертью. А здесь сокрыты среды преступления. Вот я знаю, что вы как бы специализируетесь на аппаратно-программных комплексах. Несколько слов об этом перед рекламной. Да, все верно. В отделе криминалистики у нас есть два программно-аппаратных комплекса. Значит, с помощью одного имеется возможность извлекать сведения, в том числе удаленные, с мобильных телефонов, с флеш-карт, с карт памяти. А второй программно-аппаратный комплекс позволяет исследовать персональную технику. Ноутбуки, компьютеры, жесткие диски. Вот, сейчас у нас 21 век, все работают, с печатных машинок все перешли на компьютеры, вся информация хранится там. И имеется возможность нам извлекать эти сведения, в том числе и удаленные. Что еще можно сказать об этом чудо-оборудовании? Значит, аппаратно-программно-комплекс, это понятно из названия, и это, значит, подразумевается какой-то аппарат, мы его не принесли сюда, потому что он довольно-таки объемный. Он объемный, да? Да. И, значит, программное обеспечение, которое непосредственно входит, с помощью которого анализируем сведения. Значит, возьмем, установимся на комплексах, которые у нас извлекают сведения с мобильных телефонов. То есть, практически у всех преступников имеется с собой, они берут телефоны, и так получается, что некоторые во время преступления даже могут снимать все это, либо фотографировать, либо видеть. То есть, и даже вот до такого, да? Такое бывает, да. Потом, видимо, когда они осознают, что они сделали, они все это удаляют, сведения. Жажда славы, наверное, да? Вот, и, значит, приходят такие, да, мобильные аппараты с удаленной информацией, и вот бывали случаи, когда восстанавливались и видео, и фотоизображения, где преступник либо совершает преступление, либо непосредственно после преступления себя фотографирует. Вот, например, вот два года назад в Вышневолодском районе подросток один убил другого подростка, и что им вело, непонятно, но он себя сфотографировал на этом фоне. Это такое страшное смертельное селфи, да? Да, да, да. Потом он сообразился, все это удалил, и сказал, что ничего не было, и он ни при чем. Потом вот у него взяли телефон, значит, назначили мне как исследование, и я эти удаленные фотографии из этого телефона излег. То есть он удалять бесполезно. Дальше уже препираться ему было, в принципе, смысла не было никакого, то есть он раскаялся, да, рассказал, что на самом деле такое произошло. Ну, это, ну, я надеюсь, что это такая психология подростка-ребенка, да, ну, наверное, бывает из взрослых людей, да? Ну, это, как сказать, это извращенная психология человека, граничащая, скажем так, с уже заболеванием, но не исключающая вменяемость этих людей. То есть это, ну, конкретный преступник, всегда он как-то по-другому смотрит на меня. Ну, да, вот, кстати, Эрнест, рассказывая о аппарате и о преступлении, которое вот вам удалось раскрыть, вы сказали фразу, которую, ну, вам она понятна, может быть, многим, в условиях неочевидности. Что это значит, вот, когда мы часто говорим, что преступление было совершено в условиях неочевидности? Наверняка тяжкие преступления никто не стремится совершать при большом скоплении народа, да, при зале под аплодисменты. Это понятие используется, когда по совершенным преступлениям лицо совершившее отсутствует, соответственно, до установления лица преступника, оно считается такое понятие, совершенное в условиях неочевидности. Это не значит, что оно было в отсутствии кого-то, это просто... Да, вот почему-то первое, что напрашивается, да, что это в присутствии тех. Просто нет лица, да, поэтому и оно называется так в условиях неочевидности. А ваше взаимодействие с экспертно-криминалистической службой, центром УВД, да, вот вы говорили, что вы часто выезжаете вместе, в чем разница подразделений? Ну, разница здесь даже не подразделения, а разница наших обязанностей, скажем так, разница вообще структур. То есть, если экспертные центры УВД там в основном эксперты, то есть те, кто производит исследования экспертные, дают свои заключения. Эксперты – это самостоятельная единица, скажем так, самостоятельный участник процесса. Мы же введены тоже в участники процесса, как следователи-криминалисты. У нас есть свой спектр задач, в частности, это как раз вот больше сбор этих доказательственной базы первичной, а у экспертов криминалистического центра это больше, скажем так, оценка этих доказательств базы исследования. Но у нас есть, конечно, пересекающие функции, например, в главном офисе, то есть в главном управлении криминалистики, криминалистический центр, оно сейчас называется тоже, главном управлении криминалистики, криминалистический центр. Там есть также эксперты, которые тоже занимаются исследованием определенного вида доказательств. Но помимо этого, в отличие от сотрудников УВД, мы еще определенными процессуальными полномочиями обладаем наши сотрудники. То есть это оценка решений, принимаемых следователями, дача письменных указаний, в частности, там направление хода расследования уголовных дел и проверочных мероприятий. Вот в двух словах, как бы, отличие. Ну и плюс мы все здесь юристы, если что. Катя, где можно выучиться в вашей профессии? Вот, может быть, нас сегодня слушают нынешние школьники, будущие студенты. Как стать следователем-криминалистом? Ну так, просто не стать. Во-первых, обязательные условия, ну это больше наши кадры знают, конечно, но обязательные условия – это наличие юридического образования. Прежде всего поступить на ВИРФАГ, да, первый шаг? Ну да. Должна быть специализация юриспруденции. Есть у нас ведомственные, скажем так, образовательные учреждения. Сейчас еще одно ведомственное в Крыму создано, как раз где проходит вот это образование получают будущие исследователи. И уже вот отработав определенный период в роли следователя в системе следственного комитета… Показав, наверное, себя там, да, на что-то способен… Человек может рассчитывать на то, что он будет, скажем так, выдвинут на должность следователя-криминалиста. То есть, ну, если так образно сказать, это 3-4 года следственной работы. Наиболее опытные. Наиболее опытные. И это карьерный рост, естественно, попасть к вам в отдел, да? А вот я знаю, что Мурат начинал в следствии МВД. Мы начали говорить о взаимодействии служб, да? Это следственный комитет, это полиция, да? Вы же начинали как следователи МВД именно в Вышневолодском районе. Кажется, вот это совершенно разные. И разные, ну, профессия одна, но направления разные. Как попали в криминалистов-следователи? Ну, соответственно, проделал долгий такой путь работы, соответственно. Ну, окончив также юридический факультет Дагестанского государственного университета в 2006 году. Соответственно, прибыл в Тверскую область, где был принят на службу, правильно подметили, следователем МВД. Ну, уже, соответственно, в 2008 году, после образования Следственного комитета, еще при прокуратуре, уже был после этого принят на службу следственного органа Следственного комитета при прокуратуре. Да, проделал свой путь от следователя старшего следователя Лихославовского МВД, после чего Вышневолодского МВД, в отделе по расследованию особо важным делал, после чего опять вернулся, но уже в качестве заместителя руководителя Вышневолодского МВД, проработал тоже не менее пяти лет, и после чего опять, соответственно, вернулся, а в аппарат следственного управления проработал, в отделе по расследованию контроля, после чего переорганизовали, переименовали в контрольный следственный отдел. Ну и в декабре 2019 года, соответственно, был принят на службу должного следователя-криминалиста. Ну, соответственно... Ну, долгий такой путь. Долгий путь, да. Ну, работа, конечно, очень интересная, очень сложная, как Енис Борисович отметил, как и вы отмечали. То есть, кропотливая работа, раскрытие, соответственно, тяжких, особо тяжких преступлений. Чем она интересна, соответственно, и помощь молодым следователям, соответственно, оказывается нами всеми в отделе криминалистики. То есть, обучить также следователей о своей работе, которую уже, соответственно, сам научился. Ну, вот, оказываем помощь следователям. Денис Петрович, Ваш путь, насколько долг к следователю-криминалисту? Ну, я тоже долго к этому шел. Начинал также с МВД следователя в Калининском следственном отделе. Да, такая Калининская земля, это пригород, которая такая непростая земля. Там очень, да, очень много, как правило, преступлений совершается. Дальше поступил, взяли меня на площадь Мироследственную часть, где боролся с оргпреступностью до 2008 года. Ого, серьезно, да, оргпреступность? И в 2008 году уже взяли меня в Следственный комитет, и с 2011 года я работаю в отделе криминалистики. Уже 9 лет получается, да, 20-й сейчас? Ага, понятно. Эрнест, Ваш, вот, несколькими словами, может быть, на Вашем жизненном опыте молодежь чему-то так научится и скажет, а я тоже пойду в следователю-криминалисту? Ну, тяга к следствию должна быть, интерес, я думаю, заложен в человеке изначально для того, чтобы идти по этому пути. Я вот со слов родителей помню, что я в детстве всегда говорил, что я буду полицейским, но как бы полицейским не стал и в полиции не работал. Ну, тогда еще не было полиции, тогда еще надо было милиции. Ну, я еще не разбирал, это мне было года 4-3, наверное, я хотел стать полицейским. Но в итоге вот жизнь так сложилась, что я отучился на юридическом факультете, кончил успешно и выбрал уже направление прокуратуры. То есть я начал свою трудоводительную деятельность с прокуратуры, все должности прошел, от следователя до следователя по особо важным делам. Затем уже был принят на должность заместителя руководителя Калининский, вот тогда Лихославльский, межрайон следственный отдел. Ну да, он объединяет Калининский район и Лихославльский. Затем переименовали после реорганизации, стал Калининский межрайон следственный отдел. На два района мы обслуживали, Калининский и Лихославльский уже. Ну и уже, соответственно, какое-то время непродолжительно и попробовал себя в роли исполняющего обязанности руководителя. Вот, можно сказать, все испробовал, уже хотелось что-то новое, интересного. И когда появилась возможность поменять должность, я как бы решил пойти дальше по этому пути и попробовать что-то новое. Это уже интерес в жизни, да? Поделиться своим опытом с молодыми сотрудниками, специалистами и принести пользу, как говорится, нашей работе, уголовным делам. Пошел в криминалисты, ни о чем не жалею. Да, работа тяжелая, в то же время интересная, работаем с удовольствием. А когда есть результаты, они, естественно, как говорится, более подбавляют адреналина и интереса, и уже у тебя какое-то самоудовлетворение от проделанной работы. Когда что-то находишь, что-то выявляешь, естественно, вдвойне приятнее. Денис Борисович, ваш статус криминалистики, он, вот, к 2020 году каков? Ну, смотря как считать. Откуда считаете? Ну, если считать, я в свою бытность там возглавлял, ну, как возглавлял, не возглавлял, курировал направление криминалистикой, специализированным управлением. В дальнейшем у меня перерыв был в деятельности, ну, до этого тоже был следователем разных уровней, и в районе был, кстати, в Лихославльском следователе. Как все замкнуто, да, у вас в отделе? Ну, мы там не пересекались, с 2003 года я в Лихославле работал, потом следователь, старший следователь, потом следователь по особо важным. Ну, потом чуть-чуть поруководил, а потом решил вот вернуться обратно в службу криминалистики. Откуда сами-то считаете ваш стаж? С какого года? Так, следователь, криминалист, это же следователь, все равно. Это же, как говорится, пелемени и ровиоли, они же сначала пелемени, сначала мы следователи. Поэтому в данной ситуации, многие вот говорят, что там служба криминалистики, криминалисты – это уставший следователь. Это не уставший следователь, это следователь, который осознал, что он может с кем-то чем-то поделиться, особенно с молодыми специалистами. Но тогда они приходят в службу криминалистики. А мы как раз вот ждем, когда следователи осознают и придут на наше место. Я вообще-то впервые слышала о уставшем следователе. Надо же, вы такую работу проделаете, уставший. Это типа человек сидит, никуда не выезжает. Ну это вот завистники, завистники. А, ну может быть, да. Кстати, начали говорить, вот вы сказали каждой о своем пути в профессию. Вот сейчас, опять же таки, если молодые слушают, ваша работа с молодежью, она откуда начинается? С кадетских классов. Я знаю, что Следственный комитет регионально курирует кадетские классы. Да, мы наравне с остальными службами Следственного комитета. Наши сотрудники преподают в кадетских классах. Как раз вот первичные издания дают по процессуальному праву, по вот как раз криминалистическим методам. Интерес какой-то есть у ребят? Заинтересованы в профессии? Да, потом есть у нас практиканты, которые ходят после того. То есть я преподавал пару занятий в специализированном кадетском классе. А потом видел этих людей уже у нас в качестве стажеров. Уже приходили, да? Да, стажеры приходили. А помощь ветеранов. Наверняка у вас уже есть в отделе и ветераны криминалистики, да? Насколько наставничество развито? Ну, на постоянной основе. Что когда приходит молодой сотрудник, да, ему, естественно, надо подсказать. Ну, у нас практически не бывает молодых сотрудников. Ну, это опыт следствия, да? Но, тем не менее, в криминалистике это человек новый? Да, стараемся наставничество закреплять за более старшими следователями. Есть совет ветеранов. Вот у нас Павлов Сергей Федорович сейчас там в совете ветеранов тоже нам помогает советам. Иногда бывает встречаемся на каких-то совместных мероприятиях. Как, друзья, работалось в условиях пандемии год непростой, 2020-й почти что юбилейный, да, для вашего отдела, но, тем не менее, не очень хорошие для всего населения и для всех тех, с кем вам приходится работать. На должном уровне, без снижения продуктивности производства. В настоящий момент, по всем показателям, у нас рост по отношению к прошлому году. Стараемся выполнять все служебные обязанности в должной степени, соблюдая ограничения, установленные федеральным и региональным законодательством. Но на карантине не сидели, да, как многие жители нашего региона? Никак нельзя? Никак не можем, да. Служба связана именно с, скажем так, с общениями с людьми, но с определенными ограничениями. Вот о вашей службе многие узнают из популярных сериалов, часто из книг, ну, очень интересно, да, как вот следы добываются, да, смотрим тот же сериал «След», я вот все время смотрю, просто знакомо, вот выезжаю часто с вами, знаю, как это добывается, там вот, ну, кто-нибудь, извините, плюнет, и уже все понятно, что за человек, чуть ли не паспортные данные, где он сейчас находится, и все. Что, по-вашему, более правдиво отражает суть вашей профессии? Какой киношедевр или литература? Что сами смотрите? Да, время не смотрю. Кино, оно, кино, оно по определению, это художественный фильм, он не может определить нашу работу. Ну, от основ вашей работы отталкиваются. Очень красиво. Там недалекое будущее, конечно, написано. Есть к чему стремиться. Да, 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 какие-то основы, наверное, берут, а так, все, что там. Как говорится, у нас это ближе Шерл Холмс к нам. Шерл Холмс, да, все-таки классика остается классикой. Мы работаем со следами и применяем методы дедукции, стараемся, ну, как следопыты мы фактически. Мы ищем следы преступника и уже по ним мы уже находим, пытаемся воссоздать, что там произошло, и уже выходим на преступника. И то, что вы сегодня рассказывали, вот как Эрнест рассказывала, начинали вечером, закончили рано утром, время суток для вас не проблема. То есть вы работаете постоянно и днем, и ночью, и в выходные, и в праздники, да, как строится рабочий день. У вас есть дежурство или если надо, то вызывают? Есть дежурство, есть все. Мы и в обед работаем, всегда работаем. О, обед, да, вспомнили обед. А дежурство, да, у нас установлено с приказом по управлению, то есть есть дежурные следователи-криминалисты, есть дежурные ответственные дежурные. Организуется следственная оперативная группа, выдвигается на место происшествия, собирает как раз дежурные по управлению, компонует из наших сотрудников, сотрудников УВД, при необходимости сотрудников иных служб. И мы все вместе в город выезжаем на осмотр места происшествия. А, Мурат, ну все-таки вот вы как считаете, это все-таки служба связана с романтикой, я понимаю, что это работа факта, но романтизм здесь присутствует? Ну, я бы не сказал... По-вашему? Нет, я бы не сказал, что это какой-то романтизм, здесь такого нет. Здесь вот конкретно... Ну, как раскрытие преступления. Это всегда, кажется, для неопытности романтика. Просто остается преступлением. Мы всегда это понимаем, что это все равно, в конечном итоге, это преступление. То есть нельзя к этому относиться, как просто к какой-то прогулке. Все равно это часто связанное преступление с лишением какого-то человека жизни. Хорошего, плохого, но все равно лишение жизни. Поэтому романтично в этом... Нет, как часто говорят о работе уголовного розыска, да? Что-то романтика. Денис Петрович, для вас было когда-то разочарование в профессии за годы службы? Ни разу не разочаровался. Поэтому уже как бы пенсионный возраст у меня уже есть, но я продолжаю работать и не собираюсь, в принципе, выходить с работы. Потому что, считаешь, работа интересная, работа живая. То есть постоянно что-то новое, постоянно пытаешься угадать, как кроссворд решается. Вот это интересное сравнение. Эрнест, программа подходит к концу. Буквально несколько слов. Почему именно эту профессию вы посоветуете молодежи, молодым следователям? Стать, стремиться к криминалистике? Я считаю, что приносить пользу, наша задача помогать раскрывать преступления, устанавливать лица, подлежащие уголовной ответственности. Это как бы, я думаю, лучшее, что может сделать одно из тех дел в своей жизни, которые человек может сделать для общества и для самоудовлетворения. Денис Борисович, несколько слов нашим телезрителям по желанию. По желанию? Да. Соблюдайте закон, чтите уголовный кодекс. Вот это очень важно, да? Это относится буквально ко всем. Спасибо вам, дорогие друзья, за участие в программе. Здоровья вам крепкого, самое главное. Спасибо. Всего доброго. Еще раз праздником. До свидания. До свидания.